Привет, друзья! Вы на канале КДМ Интеркомплект. С вами Николай, ваш проводник в мире мебельной фурнитуры от компании Blum. Сегодня мы приехали в центр дизайна Artplay, вот он за моей спиной. И мы идем в гости к нашему клиенту МОБА. Денис, жди! Продолжение следует... Сегодня мы в гостях в компании МОБА. Будем разговаривать с Денисом, соучредителем и идейным вдохновителем этой компании. Денис, привет! Привет, друзья! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о компании, о себе. Как вы к этому пришли, что вы, кто вы, почему вы и зачем вы? Ну, все равно надо сложить. Значит, пришли мы к мебельному производству в 2017 году. То есть на рынке мы уже, получается, 4 года. Вся эта история начиналась с мебели для ванных комнат, которую здесь можно будет потом посмотреть. И, соответственно, путь наш был такой. То есть я занимался мебелью в свое время. То есть в 2008 году я работал в компании, которая занимается мебелью для ванных комнат. Но потом я от этого устал работать, ну, скажем так, на дядю. И мы решили с партнером организовать предприятие по производству зеркал в ванной комнате. В ванной комнате было нам знакомое направление, поэтому мы взялись за него. И делали просто зеркала с подсветкой. Ну, то есть то, чем до сих пор, в принципе, занимаемся. И, в общем-то, это все было достаточно хорошо. Все чувствовали себя комфортно. Но, как и любая компания, в определенный момент ты начинаешь понимать, что конкуренция возрастает, конкуренция увеличивается. И тебе нужен новый какой-то толчок, рывок, чтобы открывать для себя новые горизонты. И, собственно, так и получилось, что для... То есть это был единственный, наверное, правильный путь, который у нас мог получиться. Это перейти в мебель. То есть тем самым мы хотели увеличить свою маржинальность. И, собственно, освоить новые рынки, новые потоки. И, собственно, история вот такая, если вкратце. Но, в общем-то, так сложилось, что как раз в 2017 году пришел мой друг, партнер. Ныне, тогда мы с ним не были партнерами, но были длительное время с друзьями. Кстати, это интересная тема, потому что я работаю с друзьями. То есть у нас альянс с друзьями. Это очень сложная, напряженная тема. Но, тем не менее, вот уже 4 года мы живем. Не скажу, что душа в душу, но достаточно комфортно. То есть, ну, все разные, поэтому... Но, тем не менее, удается, в общем. Пришел ко мне друг и сказал, что, типа, у меня есть деньги, если у тебя проект. Но он понимал, что я занимаюсь бизнесом, малым предпринимательством, но, тем не менее. То есть, и я сказал, что да, проект есть. Мы посидели, подумали, то есть, прикинули наши силы, прикинули возможности. Но это все оказалось не так гладко на картине, ну, на бумаге, как это было на практике. То есть у нас не было никакого вообще опыта работы в мебели. Мы вообще не понимали, как это происходит. История была такова, что у нас были деньги, и был, как это назвать-то, не потенциал, а... Ну, драйв, наверное, да? Ну, да, условно говоря, драйв и амбиции, правильное слово. То есть мы были очень заряжены. И как раз проходила, я помню, выставка, Мосбилд, мы приехали, купили станки, все, которые нам были нужны, ну, как мы думали. В общем-то, мы их купили, но у нас не было даже помещения. Ну, то есть, вот такая вот, расклад был такой. И мы, в общем-то, станки нам звонят, ребята, встречайте свои станки, а у нас нет даже помещения. Вот, ну, вот так вот мы, собственно, начали работать. Мы нашли какое-то там помещение, которое нам показалось то, что оно идеально нам подходит. И подходило оно идеально, если бы не одно «но», оно находилось в Москве, и аренда была, ну, просто... Дефест, который... Да-да-да, и аренда была просто невыносимая. То, что, когда мы посчитали, сколько мы потратили на аренду, ну, честно говоря, я до сих пор плачу на эту тему, потому что можно было купить квартиру. Ну, собственно, так. И на этом наша история не закончилась. Мы поставили станки и, в общем-то, думали, что все это так и заработает само. Мы не понимали, что за люди нам нужны, какие ли, что они делать должны, как там считается зарплата. Ну, вот эти вот все нюансы, с которыми ты сталкиваешься, у нас вообще не было ни малейшего понимания. И вот, условно говоря, мы начали себя щупать на прочность, скажем так, потому что другого слова я не назову. И как бы предвосхищает вопрос про 2020 год. Был ли он для нас тяжелым? Для нас он не был совершенно тяжелым. Это очень был позитивный год в целом, ну, то есть с точки зрения там, ну, я имею в виду про бизнес, да, про компанию. То есть с этой колокольни он вообще не был для нас тяжелый. А вот 2017-2018 год, период вот этого старта, это было очень жестко. Это, ну, честно говоря, если бы мне предложили сейчас пройти этот путь заново, ну, я бы подумал, как минимум. То есть я не факт, что отказался бы, но точно подумал. Поэтому я бы те два года, ну, пожалуй, два, да, назвал бы очень тяжелым. Потому что понимание, осознание все это. Как говорил мой первый шеф, не можешь думать головой, думай руками. И вот это вот все было на практике. Все это было с финансовыми какими-то обязательствами и рисками. И это было очень, ну, нелегко, скажем так. Было, конечно же, было, как у любого здравомыслящего нормального человека, конечно, было желание все послать к чертям и найти себя в каком-то другом месте. Но у меня есть такие какие-то внутренние правила. То, что если у меня любимая поговорка, дорогу осилит идущий. И я ее придерживаюсь всегда. И если я не буду, ну, то есть если я наступлю себе на горло и откажусь от этого, ну, то есть это буду не я, условно говоря. Поэтому я стараюсь всегда действовать вот согласно этой поговорке. И что бы ни случилось, ну, то есть руки опущу я в самом крайнем случае. Поэтому, ну, вот, если каратенечко, то вот так у нас. Ну, и, соответственно, твои коллеги, они, наверное, придерживаются твоей же философии. А я им не позволяю просто. По-другому, ну, то есть, не знаю. Но мы как-то, наверное, дополняем друг другу. Поэтому все-таки, к слову, да, возвращаясь, то, что мы работаем, ну, друзьями, и это реально непросто, реально непросто. Но это становится комфортно, когда вы раскладываете себе все это правильно в голове. То есть, когда вы понимаете, что в приоритете стоят какие-то цели глобальные. То есть, ты можешь, там, условно говоря, дружбу немножко подвинуть в какой-то критический момент. И это нормально. Это абсолютно нормально. Поэтому, если меня спросят, можно ли работать с друзьями, можно, нужно. Если тебе это нужно, ну, если ты понимаешь, что ты по-другому не вырастешь, вообще нет проблемы, надо рисковать. Ну, то есть, надо пробовать. Это в любом случае опыт. Это такая история. С точки зрения какого-то вот такого бизнес-понимания, если это для тебя эта дорога, ну, я никогда не отказываюсь от этого. Интересно, да. С друзьями. Я тоже работаю с другом, поэтому мне комфортно, удобно, приятно. Друг? Друг. Это для тебя. Друг детства. Друг детства, да. Вот у меня такая же история, да. Это ты про Женя, да? Проженя, да, мы с ним учились. Ну, то есть, мы в параллельных классах, ну, там, мы с какого-то, там, с третьего класса, условно. Да. О-гу-гу. И уже сколько лет. Но я не говорю, что это все безоблачно. Не, ну, понятно. Бывают такие моменты, что просто вдрызг и, как бы, ну, все с пониманием. Главное, ну, ты должен понимать, что ты без проблем, там, через полчаса, там, ну, остыл, если это какой-то животрепещущий момент, ты остыл и обсудил все, так сказать, в лайте, и вы друг друга поняли. Но вы, получается, на берегу обсудили это все, да, что там… Нет. А, все, ну, понятно. Это вот на прочности об этом говорили. Никакого на берегу, потому что мы не понимали вообще, во что мы ввязываемся. Не было никакого на берегу. И я, честно, я не очень понимаю, как можно о чем-то договориться на берегу. Ну, ну, то есть одно дело, когда вы крутые инвесторы, пришли с бабками, вы расписали свои какие-то, ну, там, задачи, кто что делает, кто за что отвечает. А, когда ты просто на тебя это все там упало, и ты вроде такой, да окей, окей, мы вроде все поделили, а что поделили, ты-то вообще ничего не понимаешь. Вот, ну, слава богу, встречались люди, ну, то есть нам попадались люди, и я говорю про коллектив, который у нас работает руками, ну, то есть было всякое, конечно, но вот создался основной костяк, который, в принципе, нам помог в философии этой столярной, мебельной, и, как бы, они помогли нам все эти навыки освоить за более-менее какой-то, за какой-то краткосрочный период. Ну, то есть я считаю, что период становления компании, там, пять лет, это, ну, в принципе, это нормально, независимо ни от чего, ну, то есть есть у тебя опыт или нет, пять лет это нормально для компании, мое мнение. Проверка на прочность. Да, 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 ну, то есть еще момент такой, что если мы говорим, задаем вопрос себе, почему мебель, да, почему мы выбрали это направление, почему, ну, то есть, если мы отбросим то, что я до этого был более-менее в теме, у меня была какая-то база, где мы можем забывать эти вещи, я считаю мебельный рынок очень перспективным в России, потому что с теми ценами, с тем курсом, который мы сейчас имеем, мы даем очень конкурентные цены при очень хорошем качестве. Я считаю то, что мебельный рынок, рынок с очень хорошим потенциалом, во всяком случае, в данный период, учитывая то количество стройки, которое сейчас идет, учитывая то количество ремонта, и, в принципе, ну, то есть, я не вижу никаких, то есть, за счет того, что, может быть, мебельных компаний достаточно на этом рынке, ну, мне кажется, если ты создаешь хороший, качественный продукт, обеспечиваешь хороший сервис, то клиент тебя найдет, и ты найдешь своего клиента обязательно. Вот, кстати, давай по поводу клиентов. Кто ваши клиенты? Ну, может, если мы сделаем портрет, да, это, на мой взгляд, это люди где-то, наверное, 30+, если мы говорим о категориях возрастных каких-то. Какой-то предприниматель, человек со вкусом, ну, то есть, тот, кто хочет вокруг себя создавать какие-то... Человек, который обращает внимание на детали, потому что мебель это... Я отношусь к этому как к аксессуару, как к часам, как там, вот к таким вещам. То есть, я не хочу никого обидеть, но если я там вижу, ну, как человек с каким-то профессиональными навыками в этой сфере, я прихожу, смотрю на сантехнику, на мебель, и у меня складывается какая-то картинка, но это у меня так, не факт, что там у кого-то так, но тем не менее, да, то есть, я прихожу, куда бы я ни пришел, я всегда смотрю, что там за фасад, из чего сделана там кромка, есть ли она... Да, 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 то есть, вот, и, конечно, наш клиент это человек, который хочет видеть, да, условно говоря, он видит визуализацию дизайнера, она ему нравится, и если он говорит, что я хочу так же, то это наш клиент, если он еще и понимает, что это стоит денег, потому что это не всегда параллельное понятие, то, как бы, вот это наш человек, поэтому я вижу так. Откуда вы их берете, где вы их находите, этих клиентов? Основная площадка, где мы их находим, это Инстаграм, это то место, которое нам дало определенный скачок, то есть, именно качественный скачок, и мы работаем в основном так. Сейчас мы осваиваем и тикток, но пока для нас это не очень понятная история, не хочу говорить про возраст, потому что не считаю себя каким-то отзревеневшим, окаменевшим товарищем, но, тем не менее, нет, это, ну, там, действительно сложно, я там пытаюсь заходить даже туда, понимаешь, что ничего не понимаю, и выхожу, ну, потому что это для меня, это просто, ну, как бы, не очень понятно. То есть, мне Инстаграм, это понятная площадка, там, я понимаю, мы понимаем алгоритмы, действия, и все, поэтому нам, мы вот так себя нашли. Ну, и, конечно, сарафан работает, но никто не отменял, да, то есть, ну, это, ну, это будет всегда так, то есть, если мы кому-то понравились, я надеюсь, что большинство, все-таки, наших клиентов, мы нравимся, поэтому они нам дают какой-то определенный импульс, да, даже если они сами не заказывают, то позитивный какой-то энергетический бросок в нашу сторону, он дает нам определенный импульс, стимулы, то есть, ну, я вот... По поводу соцсетей, я просто отсматриваю ваши сторис, ну, в принципе, за вами слежу, вас нежно люблю, вот, давно уже, там постоянно велькает, там, моборемонт, вот, что-то такое, вот об этом расскажи мне, пожалуйста, поподробно. Это уже наше отдельное направление, мы запустили свое, у нас есть своя бригада, это возглавляет моя супруга Наталья, она занимается ремонтами уже, ну, то есть, мы, в принципе, мы начали свой путь в 2017 году, она занимается с 2018 года ремонтами, то есть, она непосредственно, да, если, можно так сказать, прораб, но это человек с очень широкой мыслью, и она это все планирует трансформировать в большую компанию, именно ремонтную, это человек, который безумно любит свое дело, то, чем она занимается, и если ты за ним следишься, если ты за этим следишь, то это очень удивительная, на самом деле, история, то, что девочка, девушка так относится к этой работе, ну, то есть, мужики так не выполняют свою работу, но тоже там, да, со своими сложностями, со своими приколами, да, ну, то есть, если говорить вкратце, то есть, ну, вот у нас сейчас подразделяется, есть МОБА, это мебельная компания МОБА, есть МОБА Ремонт, это подразделение, которое занимается организацией ремонтных работ, и также мы запускаем сейчас, то есть, у нас уже есть несколько проектов, мы делаем свои дизайн-проекты, у нас в штате есть дизайнер с образованием, то есть, человек, который и рисует, да, то есть, это все под патронажем, опять же, Наталья, МОБА Ремонт, и вот, да, на ее, так сказать, потенциале мы создаем и охватываем новые какие-то направления, ну, то есть, если это наше подразделение. То есть, таким образом, просто вы подготавливаете для себя хорошую базу, да, то есть, пришли, сделали ремонт, да, ровные стены, там, пол, и потом туда ставите свою. Даже если они не ровные, то это знаем только мы. А, понятно, да, то есть, так, я думаю, что так проще, так комфортней большинству, потому что мы столкнулись с потребностью вот данной услуги, да, люди в большинстве своем не хотят заморачиваться с этой всей историей, и мы хотим им в этом способствовать, но рынок строительный очень специфичен, потому что для большинства людей, если ты будешь, там, выйдешь и спросишь, там, 20 человек на улице, мне кажется, что 18 тебе скажут, что ремонт — это мрак, потому что пьющие рабочие, ну, вот это вот вся катавасия, грязь, непонятная организация, и у людей есть какая-то такая неврожденная, а приобретенная, наверное, да, то есть, они не доверяют с опаской, то есть, им сложно довериться тебе. Вот наша задача — это заставить людей поверить в нас так, чтобы, в принципе, отключить их полностью от процесса ремонта, да, и я хочу сказать, что у нас получается, не скажу, что без шероховатости и гладко, но мы очень стараемся. Слушай, ну вот расскажи, я просто человек далекий от, скажем так, организации рабочего процесса ремонта, ремонт у меня, конечно, были, у кого их не было, как это получается? То есть, приходит к вам ваш заказчик и говорит, вот у меня есть, грубо говоря, там коробка, которую нужно сделать вот прямо красиво. Соответственно, Наталья предоставляет там проект уже, да, здесь тут шторки, тут розетки там и так далее, и клиент потом заходит и говорит, о, вот оно. Ну, если совсем коротко, то да, но, конечно, этому предшествует очень большая работа, то есть, если мы говорим про весь комплекс услуг, когда мы берем проект с нуля и делаем свой дизайн, там, ну, то есть, это выглядит следующим образом. У нас есть большая, там, большой презентационный бриф, который заполняет непосредственно клиент, после чего отправляет его нам. Исходя из его пожеланий, строим проект, даем ему несколько вариантов, которые ему покажутся наиболее близкими, мы уже начинаем их развивать. То есть, ну, есть определенные правила, по которым мы действуем, потому что полет фантазии надо ограничивать, иначе он может просто переть нескончаемо, и это превратится не в работу, а просто в сыр-бор. Поэтому это надо ограничивать. Поэтому, ну, просто если заказчика не ограничивать, он может тебя вот просто тебе накидывать, накидывать, и, ну, это не будет работы. А работа должна быть конструктивной, все должно быть конструктивным. Поэтому, ну, вот, мы за такое, но, опять же, да, мы идем, мы растем, то есть мы к этому подходим, чтобы это делать без сучка и задоринки. Вот про конструктивность. Да. Есть какие-то, ну, наверняка, там, с учетом, хоть даже, там, несколько лет всего лишь прошло в вашей компании, какие есть, не знаю, такие особенности, на которых бы ты порекомендовал вашим заказчикам заострить свое внимание, там, кому идти, там, я не знаю, та же фурнитура какую брать, там, какие краски, ну, вот что-то такое. Здесь все очень просто. Если мы говорим про заказчиков, то как выбрать, например, подрядчика? У меня просто вчера я листал Инстаграм своего коллеги, с удовольствием за ним наблюдаю, и у него в сторис была такая история, что, типа, пишет заказчик менеджеру, просчитайте мне, там, шкаф какой-то, она ему просчитывает, это в переписке все, и пишет цена, типа, там, 200 тысяч рублей. Ему в ответ, ой, как дорого, типа, и менеджер спрашивает, а почему вы не заказали у тех, кто делал вам гардеробную? Ответ заказчика, это просто, ну, как бы, они разорились. Понимаешь, у вас дорого, но они разорились, я не знаю, как на это реагировать, ну, блин, ну, это круто, честно, ну, вот, и вот каждый клиент, он по-своему, ну, ты не можешь всем угодить, у тебя такие правила игры, ты не можешь прийти, там, в Мерседес и сказать, продайте мне этот Мерседес за 2 миллиона рублей, есть же цена, есть определенный порядок, есть, там, сотрудники, да, ты не можешь конкурировать с соседним, там, таким же производством, потому что у него, может быть, зарплата рассчитываться по-другому, он может людям платить 30 тысяч, я не могу позволить себе, мы не можем себе позволить платить своим рабочим, там, 30 тысяч рублей, ну, то есть, у нас высококвалифицированные люди работают, которые требуют, там, определенных затрат, ну, мы не должны забывать, что мы живем в Центральном регионе, ну, иначе они залпы уйдут, конечно, они тоже хотят зарабатывать, я вам скажу так, то, что людей, которые зарабатывают, которые работают руками, которые это делают хорошо, их не так много, как кажется. Это огромная редкость, да. Это большая редкость, и чтобы у него был минимум каких-то пороков, да, то есть, ну, это, это проблема на самом деле, ну, я не знаю, как там в других странах, в нашей стране это проблема, реальная, поэтому вот такая история. Как мы, почему, как правильно выбрать мебель, ну, я не скажу, как правильно выбрать мебель, но на что бы я обращал внимание, если бы я выбирал мебель? Во-первых, это фурнитура. Мы для себя выбрали Блюм, почему мы это сделали? Потому что, когда мы пришли на рынок, нам надо было себя как-то позиционировать, позиционировать, ну, то есть, Блюм нам в этом помог. Блюм – это, ну, это марка в мире фурнитуры. Могут не знать, там, эмаль это или пленка, но то, что такое Блюм, знают все. Поэтому это нам помогло на старте, это нам помогло в начале наших продаж, то есть, это работа, то есть, ты говоришь людям, что у тебя стоит там Блюм, а сейчас мы работаем только с премиальной линейкой Блюм, это там Легро, вот эта вот вся история. И у нас нет проблем с этим, то есть, для нас все понятно. У нас уже у людей, у мастеров там шаблоны все сделаны, все руки набиты. Ну, то есть, нам и нет смысла вообще как бы заморачиваться. То есть, нас никогда не подводила фурнитура, нас устраивает сервис. То есть, нам сегодня это надо, значит, сегодня это будет. Поэтому с этим нет никаких проблем. С кем вы не готовы сотрудничать или не будете сотрудничать? Или, например, что вы для своего уже там хорошего давнего заказчика, ну, просто не станете делать? Есть такие? Мы не станем обещать, что мы сделаем до Нового Года. Это ужасное обещание и ужасное требование, на самом деле. Да, поэтому мы вот эти вещи, с каждым годом это становится делать все проще. Но мы стараемся как бы избегать этого. Это очень жестко, потому что у людей есть очень категоричное в этом смысле мышление, и они отказываются, ну, то есть, там, слышать, что до Нового Года они не успеют. То есть, после Нового Года там все сгорает, видите. Да-да-да, и все. Не въехал, извини. Но, нет, это, пожалуй, наверное, самое жесткое. То есть, если мы берем проект, там, неважно, от дизайнера, наш этот проект, или просто нам заказчик позвонил и хочет что-то исполнить, вероятнее всего, но мы, все зависит от занятости производства. То есть, мы можем на какое-то изделие дать большие сроки, которые просто не устроят заказчика. Это такой вот тоже важный момент. Ну, и там, наверное, есть какие-то маленькие очень заказы, которые, ну, скажем так, не хочу, опять же, да, там ничего сказать, но вот типа там что-то там за 5000 рублей надо сделать там за неделю. Ну, мы как бы это просто, ну, мы так не работаем. Есть определенный там регламент, есть техпроцесс, который там должен пройти. Ну, наверное, все-таки это, скорее всего, связано со сроками, прежде всего. Потому что процесс производства мебели нашего качества, а я отношу нашу мебель там к качеству средний плюс и выше, ну, то есть, как бы, это такой сегмент, если мы говорим, то есть, это не какие-то там... Ну, это средний плюс для меня. Техпроцесс по созданию данных изделий, он достаточно длительный. То есть, мы на каждое изделие, если мы делаем это в проекте, и проект создает не из базовых вещей, которые у нас уже есть, там, чертежи, потому что ведь мебель, основной процесс создания мебели – это подготовка чертежей. На самом деле, само изделие там может делаться там за неделю, условно говоря, при там огромном желании, но чертежи ты не сделаешь там, потому что ими занимается один человек, а это может быть там пятиметровая стенка с кучей всяких выдвижных там элементов и так далее. Это же все должно рассчитываться. Плюс пока идет процесс согласования. У нас же люди, ну, заказчики не всегда понимают, что сначала надо согласовать. То есть, не обязательно... То есть, процесс запуска заказа, он идет после согласования, то есть, срок. А вот этот вот процесс, когда... Многие этого не понимают, мы объясняем, мы над этим работаем, то есть, менеджеры стараются это объяснять. За что, что мы еще не возьмемся сделать, если так сказать. Очень тяжело бывает, да, вот так вот даже скажу, что тяжело бывает с заказчиком объясниться по поводу... Например, стена неровная, и у него здесь зазор там 3 миллиметра, а здесь зазор там 5 миллиметров. И, по идее, ты тут не виноват. Мебель не может строиться в соответствии с геометрической формой комнаты. Но, то есть, это, конечно, такая немножко, наверное, наша ошибка, что мы пока допускаем такие вещи, потому что менеджеры должны с этим бороться. И, как бы, ну, мы работаем над этим. У нас постоянно там и менеджерский состав, он, как бы, потихонечку растет. Ты сам видишь, что мы начинали с одного, сейчас у нас уже три, и вот сейчас еще должен у нас человек выйти. Мы начали заниматься, комплектовать нашу мебель, помимо, ну, просто того, что мы делаем мебель, стали продавать там раковины, смесители. То есть, мы целиком это берем, и чтобы у человека закрывался этот вопрос. То есть, он к нам пришел, да, и говорит, ребят, потому что это тоже, да, купить где-то раковину, отправить ее нам, потому что она нужна нам, чтобы вырезать. То есть, это головняк для людей. Мы стараемся это закрыть. То есть, у нас хорошие цены, у нас рыночные цены. То есть, мы не в магазине их перекупаем, мы работаем с крупными автовыми компаниями, которые поставляют все это к нам на рынок. Ну, вот. Давай, может быть, для облегчения и для быстроты принятия решения вашим клиентам дадим промокод на скидку в 5% для покупки ваших изделий для ванной комнаты. Давай сделаем. Ну, вот вам промокод, дорогие зрители, пользуйтесь. Срок действия этого промокода написан в описании к этому видео. Ну, на этом мы закончим, наверное. Денис, спасибо тебе большое. Даже для меня это было интересно. Хотя я знаю тебя уже очень много лет. И я там что-то слышал. Да, предыдущий обязательно. Успехов вам. Спасибо. Удачи. Всего хорошего. Все, дорогие друзья. С вами был Николай. С вами был Денис. Спасибо большое за просмотры. Понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok